Путин и Трамп обсудили сделку по сокращению добычи нефти инициатором, который был президент США. Ранее страны ОПЕК Плюс договорились сократить добычу до 10 миллионов баррелей в сутки. Сделку поддержал ЕС. Осталось добиться официального согласия Мексики. Не будет ли российская квота больше саудовской и удастся ли восстановить баланс на нефтяном рынке в условиях низкого спроса. Победа, провал или справедливая сделка? Как отрактовать соглашение ОПЕК и других нефтедобывающих стран? Как сообщил Блумберг, всего нефтяной державы радиостабилизации цен сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Половину этого объема в равных долях возьмут на себя Москва и Рият. США в сделке не участвуют, но есть все основания полагать, что американцы внесли весомый вклад неформальным образом. Новое соглашение ОПЕК Плюс трактует неоднозначно. Это связано с объемами сокращения добычи России и Саудовской Аравии. Точки на «ды» расставит Михаил Сафонов. Утром пятницы, после заключения сделки ОПЕК Плюс, тон комментариев был примерно такой. Россия проиграла. Наша страна сократит добычу нефти примерно в два раза больше, чем Саудовская Аравия. В расчет брали абсолютные цифры сокращения. От уровня нашей средней добычи и от производства нефти в королевстве до того, как саудиты резко его нарастили. Но ближе к вечеру появилось несколько иное понимание сделки. Все нефтедобывающие страны сокращают добычу от уровня октября позапрошлого года. Кроме России и Саудовской Аравии. У нас с точки отсчета не дата, а объем в 11 миллионов баррелей в сутки. Это и есть наша средняя добыча. И для саудитов это тоже примерно среднее, если взять, сколько они добывали до развала сделки ОПЕК в начале марта, и сколько добывают сейчас, после резкого роста производства. В таком свете это не победа саудитов и не провал России, а скорее максимально возможный компромисс. Всего страны-участницы соглашения сокращают добычу на 10 миллионов баррелей. Половину этого объема в равных долях взяли на себя Россия и Саудовская Аравия. И теперь, как сообщают источники, мы с королевством будем временно добывать одинаковое количество нефти – 8,5 миллионов баррелей в сутки. Конечно, сокращение добычи на 23% для нас – болезненный шаг. Не говоря уже о том, что это достаточно сложно сделать и технически. Мы не жаркая Саудовская Аравия, где сократить или остановить добычу гораздо проще. Но, наверное, лучше так, чем нефть по 10 долларов за баррель, говорит старший аналитик БКС-премьер Сергей Суверов. Главная задача была заключить сделку, потому что в случае провала этой сделки цена на нефть могла бы идти в район 10-15 долларов за баррель, что вызвало бы дополнительный стресс для российского бюджета. Все-таки нашли некий компромисс. Да, Россия должна пойти на достаточно существенное сокращение добычи, обучим на 20%, зато может стабилизироваться цена на нефть и, соответственно, доходы и бюджет. США в сделке не участвуют. Американцы настаивали на том, что у них и так упала добыча нефти на 4 миллиона баррелей в сутки. Правда, это произошло по естественным причинам. Из-за рухнувших цен сланцевые компании остановили добычу, так как она стала для них нерентабельной. Штаты участвовали в процессе, скорее, неформально. Еще в марте после срыва прошлой сделки американцы, как писали СМИ, обратились к саудитам с требованием отказаться от резкого роста добычи и намекнули, что у Эр-Риада могут быть проблемы. В день переговоров ОПЕК-Плюс Путин и Трамп поговорили по телефону. После заключения сделки еще раз поговорили. Был момент, что от переговоров отказались мексиканцы. Но после того, как США согласились взять на себя большую часть сокращения добычи мексиканской нефти, все встало на свои места, комментирует политолог Марат Баширов. Не знаю, что там держал в руках президент Трамп ручку или дубинку, но он убедил и саудитов, и Мексику. Вот именно в этом и состоит, на самом деле, на мой взгляд, ключевая такая развилка. Мы вовлекли Трампа в переговорный процесс. Трамп, защищая свои сланцевые проекты на территории своей страны, исходя из внутриполитической ситуации, он применил, что называется, силу и надавил через другие совершенно рычаги, которые нам недоступны. Таким образом, США можно назвать гарантом нефтяной сделки. Важно, что Москва и Вашингтон в этом вопросе нашли понимание. А Дональд Трамп после разговора с Путиным еще раз заявил, что Штаты не заинтересованы в низких ценах на нефть. Ну и важно, что в этот раз соглашение заключили не только Россия и ОПЕК, но и другие нефтедобывающие страны, в том числе Норвегия и Канада, а всего 23 государства, то есть все основные добытчики нефти, кроме Америки. Встает резонный вопрос, нужно ли было нефтяным державам ссориться и выходить из сделки в начале марта. Тогда цена вопроса для нас была сокращение добычи в сотни тысяч баррелей, а не в 2,5 миллиона, как сейчас. Вопрос риторический. Срыв той сделки стал шоком для рынка с одной стороны, а с другой нефть из-за коронавирусной паники падала и до этого. И вполне вероятно достигла бы нынешних уровней и без помощи ОПЕК+. На новое соглашение нефтяные цены почти не отреагировали. Рынок ждал, что стороны договорятся и учитывал это в стоимости барреля. Ну и теперь есть надежда, что хоть какое-то время новых шоков не будет. А иначе зачем все эти жертвы? По последней информации, сделка ОПЕК+, по сокращению добычи нефти, поддержанным странами ЕС, в рамках встречи министра энергетики Большой Двадцатки. А вот Мексика, которая вроде бы согласилась урезать добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, по-прежнему не дает положительного ответа. Владимир Путин положительно оценил договоренности по нефти. В Кремле заявили, что добыча черного золота в США к концу года может упасть на 2, возможно на 3 миллиона баррелей в сутки. Сообщил глава американского Минэнерго Дэн Бруид. Его российский коллега Александр Новак отметил, что G20 должна поддержать усилия стран ОПЕК+, по стабилизации рынка нефти. Важны как для производителей, так и для потребителей. При этом Новак обеспокоен ростом запасов нефти в мире и снижением спроса нефти. Стали известны детали новой сделки ОПЕК+. Десятичасовые онлайн-переговоры завершились только под утро пятницы. Вместе участники ОПЕК+, в мае-июне 2020 года сократят добычу на 10 миллионов баррелей в сутки. Но для того, чтобы сделка вступила в силу, нужно получить согласие Мексики. Эта страна хочет снизить добычу, но только на 100 тысяч баррелей, а нужно на 400. Сегодня с Мексикой вновь будут пытаться договориться. Что будет дальше с нефтью, как это отразится на экономике, на мировой и на российской, спросим у нашего экономического обозревателя. Алексей Иванов на прямой связи со студией. Леш, привет. Здравствуй, Миша. Саудовская Аравия теперь была, теперь Мексика, извините меня, козью морду сделала. Мексика зартачилась, но Мексика, это, конечно, при всем уважении к ней не Саудовская Аравия, это совершенно другого порядка производитель нефти, поэтому это такой маленький камешек, который вряд ли поможет, помешает этой сделке осуществиться. Ну, то есть договорятся, ты считаешь? Да, ломают, договорятся. В любом случае, то сокращение, которое требуют от Мексики, это всего 4% от общего объема сокращений. Поэтому даже без Мексики, я думаю, в любом случае будет сделка работать. Слушай, ну и самое главное, да, когда сейчас смотришь на все эти события, когда все-таки договорились, вот ты думаешь, а ради чего это все? Ради того, чтобы мировая экономика в минус ушла? Чтобы у нас доллар взлетел? Кто кого наказал-то в итоге, получается? Ну, действительно, тут такие смешанные чувства немножко испытываешь, когда читаешь про эту нефтяную сделку спустя месяц после того, как предыдущая сделка сорвалась, и у нас произошел обвал, скажем, средний такой обвал валюты. Сейчас, видимо, все страны, которые зависят от нефти, поняли, что нужно фиксировать убытки свои и фиксировать на том уровне, на котором они сейчас есть, чтобы не потерять еще больше. И поэтому вот такой вот компромисс, он достаточно горький для многих, но, тем не менее, это компромисс. И сам факт того, что сделка, что Саудовская Аравия и Россия смогли договориться, это все-таки, скорее, положительный. Скажи мне, да, скажи мне, пожалуйста, когда начнется, ну, во-первых, когда ждать повышения цены на нефть? Понятно, что она будет повышаться, может быть, уже следующую неделю, и наверняка не такими темпами, с которыми она падала. Но восстановление всего этого, это конец года, это 21-й, а то и 22-й. Сейчас сложно, конечно, говорить, потому что очень многое зависит от ситуации с пандемией и с тем, насколько будет восстанавливаться спрос на нефть в странах, когда они будут постепенно ослаблять карантин у себя. Сейчас, ну, вот многие эксперты говорят о том, что вот то сокращение добычи, о котором договорились Россия, Саудовская Аравия и другие страны, ОПЕК+, Оно не полностью даже компенсирует те потери, которые несет нефтяная промышленность из-за опустившегося ниже плинтуса спроса. Поэтому, собственно, и на стоимость нефти вот эти вчерашние переговоры повлияли не так сильно. То есть нефть, она вчера сначала взлетала до 36 долларов за баррель, потом опускалась до 33-32, и, скорее всего, вот где-то в этом диапазоне она будет находиться в ближайшее время. Что же касается восстановления докризисных объемов, когда она была выше 50 долларов за баррель, то я думаю, что мы этого можем ждать при оптимистичном раскладе только к концу этого года.